Эту запись недавно рассекретил Пентагон. Командир Дэвид Фревор и капитан-лейтенант Джим Слейд выполняли обычный тренировочный полёт на двух истребителях, когда им приказали перехватить странный летательный аппарат. Боже мой, они идут против ветра. Ветер западный, скорость 120 миль. Посмотри на это, чувак. Всё произошло в небе над Сан-Диего. Фревор признался, что был поражён возможностями неизвестного воздушного судна. Таинственный объект вывел из строя радары истребителей, которые оказались неспособны зафиксировать такую высокую скорость. Американский АС был в шоке. Самолёты так не летают. Но это далеко не первый странный инцидент в воздухе. Исследованием неопознанных летающих объектов Пентагон занимается в рамках специальной программы существования, которой военное ведомство признало официально. В центре внимания учёных и военных инженеров НЛО, поведение которых не вписывается в общеизвестные законы физики. Ежегодно на программу тратят миллионы долларов. Эксперты отмечают, тот факт, что НЛО заинтересовались американские военные, явное свидетельство. От исследований они надеются получить правительскую выгоду. Наблюдатели уверены, американцам уже удалось получить информацию, способную вывести оборонный комплекс страны на новый космический уровень. Во всяком случае, этим они объясняют неожиданный поворот в политике Белого дома. Дональд Трамп, представляя новейшую стратегию национальной безопасности, признал, в космическом пространстве возможны боевые действия. Но что стоит за такими откровениями? Эксперты уверены, американцы рассчитывают на технологическое преимущество и готовы развязать звездные войны. Испытательный полигон или совместное предприятие с пришельцами? Какие исследования проводят в зоне 51 и почему Хиллари Клинтон так и не раскрыла тайну секретного объекта? Есть этот блок С, в котором американцы общаются с инопланетянами. Новая стратегия Пентагона в космосе. Для чего США создают орбитальное оружие и реанимируют лунную программу? Цель штатов – монополия на владении космосом. Как в армейских штабах собираются использовать метеориты и заменят ли астероиды обычные бомбы? Тонкая-тонкая работа и можно очень точно управлять траекторией. Вирусная атака из другой галактики. Как на Землю попадают космические инфекции? Исправятся ли антибиотики с инопланетным гриппом? Такие болезни, как холера, подразумевают. Чума – это болезни неземные. Звездные войны прошлого. Кто в доисторические времена устроил на планете ядерное пекло и создал подземные укрытия? Цивилизация достигла технической, очень высокой мощности, что смогла уничтожить жизнь на Земле. 18 июня 2018 года. Вашингтон. На первый взгляд, обычная церемония в Белом доме. Однако, по мнению экспертов, именно она ознаменовала старт новой эры. Эры войн в межзвездном пространстве. Дональд Трамп перед телекамерами поручил Министерству обороны создать военно-космические силы США. Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать господством в космосе. Это важно. Очень важно. Я подписал документ, предписывающий Пентагону начать процесс создания космических войск. Как шестого вида вооруженных сил. До сих пор размещение оружия на орбите было запрещено международными соглашениями. Однако ястребов из Вашингтона это не останавливает. По сути, в Белом доме открыли ящик Пандоры. Это беспилотный самолет Falcon HTV-2, который летает в 20 раз быстрее скорости звука. Расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса он способен преодолеть за 12 минут. Путешествие, которое на обычном лайнере займет более 5 часов. Беспилотник разрабатывается в рамках секретной программы Пентагона. По нашим данным, первые испытания закончились провалом. В верхних слоях атмосферы аппарат сумел развить предельную скорость, но вскоре связь с ним была утеряна. И все же после серии стартовых неудач ситуация резко изменилась. Даже обычно немногословные разработчики нового оружия заговорили о серьезном прорыве. Мы рассчитываем на новое открытие в области длительных гиперзвуковых исследований. После первых полетов были получены ценные данные, сделаны некоторые корректировки, основанные на выводах комиссии по рассмотрению инженерных улучшений. Специалисты все чаще задаются вопросом, что стоит за подобными достижениями. Вывод способен шокировать любого. В руки американцев попали инопланетные технологии. Зона 51. Секретная военная база США, не нанесенная ни на одну карту мира. Считается, что именно здесь проводятся исследования и испытания необычных летательных аппаратов и вооружения с использованием технологий пришельцев. Эту запись сделал один из энтузиастов, мечтающих найти доказательства присутствия на Земле инопланетян. В штате Невада, в знаменитой зоне 51, он снял три ярких НЛО. Автор ролика выдвинул гипотезу. В зоне 51 пришельцы проводили некие исследования. Так ли это, не ясно. Очевидно одно. Яркие шарообразные объекты долго зависали над поверхностью без движения. А Невада, штат, известен тем, что там давно, еще с самого начала, производились активные ядерные испытания. Это район огромной площадью. В общем-то, в ведении находится Министерство обороны США, территория Министерства обороны, куда она понатыкала очень много различных экспериментальных исследовательских баз. Именно в зоне 51 впервые подняли в воздух штурмовик-невидимку Ф-117, разработанный по технологии Стелс. Некоторые из разработчиков утверждают, что идеи этой методики, как и некоторые другие, использованные в самолетах Б-2 и Ф-117, заимствованы у разбившихся НЛО. Американские бомбардировщики стратегические Б-2, многие говорили о том, что они действительно воплощают часть технологии НЛО, а именно, в частности, крылья. Через эти крылья создается на крыльях электромагнитное поле. Очевидцы рассказывают о подземных сооружениях. Бывший сотрудник спецподразделения ВМС Дерек Хеннесси, служивший на этом объекте, поведал о четырех уровнях. Там находятся огромные помещения, связанные друг с другом лифтами. На третий и четвертый допускались только люди со специальными полномочиями. И все же скрывать проводимое на секретной базе испытание становилось все труднее, поскольку с близлежащих гор зона 51 хорошо просматривалась. В итоге с помощью лоббистов в Конгрессе территорию базы расширили за счет гор, и любители уфологии уже не могли оттуда наблюдать за происходящим. Но что прячут американские военные, и почему независимых специалистов отказываются пускать на территорию зоны? Боб Лазар, американский физик, который считается культовым персонажем среди уфологов и чуть ли не предателем своей страны в официальных масс-медиа и спецслужбах. Вот как он описывает место своей работы. Объект, на котором я работал, находился внутри горы. Его скрывали девять ангарных ворот, расположенных под уклоном в 60 градусов. Ворота имели маскировочное покрытие под цвет песка, так что фактура горы плавно переходила в фактуру пустынного грунта. В зоне 51 исследователь, по его словам, занимался вопросом физических принципов устройства двигателей НЛО. Лазар пришел к выводу, в качестве источника энергии инопланетные объекты используют 115-й элемент периодической таблицы Менделеева. Однако сам механизм того, как данный элемент приводит в движение тарелку, остался не до конца разгаданным. 115-й элемент должен быть так трансформирован, чтобы создавал тягу, обеспечивающую достаточно обеспечивающую скорость как минимум по крайней мере 8 километров в секунду. Это при атмосфере Земли до 20 километров, до 50. И 11 километров при отрыве с орбиты Земли. По словам Боба, на базе используют оборудование и технологии пришельцев. Некоторых результатов удалось достичь, они легли в основу революционных разработок, в первую очередь в военной сфере. О своей работе на американское правительство Боб Лазар победал с экранов телевизоров. Говорит, пришлось на это пойти после увольнения и серии допросов с пристрастием. Известность должна была спасти опального ученого от преследований. Власти же заявили, что о Лазаре им ничего не известно. Документы о его работе пропали. Воскрес Лазар лишь после того, как энтузиасты разыскали старый телефонный справочник с его служебным телефоном. Да еще чудом сохранилась налоговая квитанция. Из нее следовало, что в конце 80-х Роберт Лазар действительно получал зарплату в разведуправлении ВМС США. И не просто в ВМС, а на военном объекте в штате Невада. Именно он заявил о том, что зона 51 это там, где американцы ведут разработки по владению технологией НЛО. Да, есть этот блок С, в котором американцы общаются с инопланетянами. И это самое удивительное. По словам Лазара, в зоне 51 не просто ведутся секретные исследования. Это невероятно, но сама база была создана для совместного использования с пришельцами. Однако официальные лица долгое время отказывались признавать даже существование зоны 51. Упоминания о ней вычищались из всех документов. Но благодаря энтузиастам-уфологам и активистам антивоенной компании ситуация стала меняться. Не так давно слухи, связанные с зоной 51, стали причиной громкого политического скандала, разгоревшегося во время президентской гонки 2016 года. А началось все с интригующего заявления главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон. В Лас-Вегасе на телевизионном ток-шоу Джон Подеста сказал, что экс-госсекретарь настойчиво пытается разобраться в том, одни ли мы во вселенной. Джон Подеста и раньше был известен как активный сторонник рассекречивания правительственных тайн об НЛО. В одном из интервью он призвал опубликовать данные о пришельцах. Я говорил с Хиллари об этом. Есть серьезная причина, чтобы люди действительно узнали то, что знает правительство. Ведь все еще есть файлы, которые могут быть рассекречены. По словам политологов, это заявление не было экспромтом. Ранее Хиллари Клинтон сообщала американской прессе, что намерена добраться до архивов, связанных с НЛО. Кандидат в президенты прямо заявила, человечество, вероятно, уже сталкивалось с иными цивилизациями. Клинтон пообещала создать рабочую группу по расследованию всего, что связано с зоной 51 в Неваде. Я думаю, что я убедил ее, что нам нужно попытаться разобраться в этом и рассекретить как можно больше, чтобы люди получили ответ на свои законные вопросы. Нужно больше внимания и больше обсуждений необъяснимых явлений. А сейчас люди, которые серьезно относятся к этому, высмеиваются. После такого Киллари была обречена, уверены наблюдатели. Слишком уж много сил заинтересовано, чтобы зона 51 работала в привычном режиме. На выборах победил Дональд Трамп, который, как считают многие эксперты, заручился поддержкой таинственных покровителей из зоны 51. Смотрите далее. Убийца спутников и система глобального удара. Какое оружие Вашингтон собирается вывести на орбиту. Откровение в прямом эфире. Почему президент Обама накануне отставки сделал сенсационное признание о контроле со стороны пришельцев. И секретная программа ЦРУ. Как в США охотятся на инопланетные технологии. Смотрите только в кинотеатрах. Невероятная история дружбы, изменивший мир. Альфа в кино с 23 августа. Также Ваймакс. Горе преступники. Чем закончилась для жителей Екатеринбурга попытка украсть шампанское? Как немецкие воры банкомат по улице водили? И какой грабитель опаснее? На костылях или с коробкой на голове? Это фиаско, братан. Завтра в 18.30 на РЕН-ТВ. Вы заметили молотый кофе на дне вашей чашки? Мы бережно перемололи свежеобжаренные зерна арабики в 10 раз тоньше, чтобы раскрыть всю глубину вкуса и аромата кофе. Новый Нескафе Голд создан экспертами для самых ценных моментов. Мои девочки это моя гордость. Я учу их побеждать, а значит и сама не могу сдавать. Но постоянные нагрузки, стрессы, когда почувствовала тяжесть справа, решила провериться. Оказалось, проблемы с печенью. Эссенциали Форте Эн обладает тройным действием на клеточном уровне, помогая восстанавливать клетки печени, укреплять их и повышать защиту от токсинов. И я снова с теми, кому так нужна. Эссенциали Форте Эн Заботьтесь о других, позаботьтесь о печени. Ты раз и навсегда должен решить минуты или гигабайты. Если захочешь передумать, это будет стоить тебе очень дорого. Да я пошутил. Подключайся к тарифам «Всё моё» и меняй минуты на гигабайты без доплат. Билай. Просто удобно для тебя. Нашим дорогам нас не сломать, потому что здесь работает синтетика Синтек. Моторное масло Синтек. Сила в синтетике. Бренд Экзодерил представляет экспертный лак против грибка ногтя. Экзоралфин лак. Спасибо. Россия Щедрая душа Папа, ты готов? Нам пора к бабушке на день рождения. Наверное, папе лучше остаться дома, чтобы ему не стало хуже. Ну вот. Не груб... Поствыборные скандалы и сегодня будоражат американское общество. Активисты и политтехнологи пытаются понять, как явный фаворит гонки кандидат от демократов оказалась в проигрыше. Обвиняют и русских хакеров, и агентов ГРУ. Вот только чтобы разгадать эту тайну, нужно искать инопланетный след. В рамках федерального правительства, за его рамками, существуют какие-то люди или существуют которые силы, которые вообще стоят выше президентов, выше избранных вот этих лиц и которые действительно могут что-то там делать, управлять. Однако в Вашингтоне уже не смогли не признать очевидного. Комплекс в штате Невада действительно площадка для тестирования перспективных летательных аппаратов. Точки над И поставил высокопоставленный сотрудник ЦРУ Дэвид Роуз, который перед смертью признал контакты спецслужб на самом высоком уровне. Нет никакого смысла скрывать тот факт, что в конце 40-х инопланетяне высадились на Земле и у нас с ними были налажены контакты. По нашим данным именно за счет достигнутых в зоне 51 успехов в Белом доме решили пойти ва-банк, взяв курс на создание нового вида войск военно-космических сил. Это АХВ. В буквальном переводе перспективное гиперзвуковое оружие. Еще один летательный аппарат, разработка которого ведется в рамках сверхсекретной программы Пентагона. Это не что иное, как комбинированное оружие, состоящее из трехступенчатой ракеты-носителя и гиперзвуковой боевой части. Ракета выводит смертоносную головку в верхние слои атмосферы, откуда та начинает падать на заданную цель. Аппарат развивает скорость в 10 раз превышающую звуковую. Обходит системы предупреждения о ракетном нападении, его полет не совпадает с траекторией полета обычной баллистической ракеты. Но как такое возможно? Эксперты только разводят руками. Это гиперзвуковой аппарат, который имеет коническую форму, имеет рули управления. Была сделана специальная ракета, которая запустила гиперзвуковой аппарат. Он стартовал стихоокеанского ракетного полигона и поразил мишенное поле, которое находилось в 3700 километрах к югу от этого полигона. И АХВ, и Фалькон HTV-2 разрабатываются в рамках концепции быстрого глобального удара. С помощью передовых ракетных систем, в том числе размещенных в космосе, Соединенные Штаты собираются поставить на колени любую страну, которая откажется идти фарватере политики Белого дома. Глобальный удар должен обезоружить такого противника. Первый обезоруживающий удар должен лишать вероятного противника наличия ядерного потенциала. Речь прежде всего идет о межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования, а также тех ракет, которые стартуют с подвижных комплексов сухопутных и, например, морских. Оружием глобального удара уничтожат и командные центры, чтобы исключить возможность управления войсками. Для таких операций потребуются минуты или часы, в отличие от дней или недель, необходимых для планирования и нанесения ударов обычными ракетами, которые сейчас стоят на вооружении. В Вашингтоне уверены, глобальный удар станет невозможным без атаки из космоса, а потому и разрабатывают оружие для поражения целей с орбиты. Если космос будет насыщен и будут сделаны тяжелые платформы космические, которые позволят разместить на этих платформах лазерное оружие, электронное оружие, но и другие, то та страна, которая успеет сделать такие платформы, будет владеть космосом, а это значит будет управлять дзенгарь. Идея перенести боевые действия в космос не нова для обитателей Капитолийского холма. Еще в 80-е президент Рональд Рейган объявил о запуске так называемой стратегической оборонной инициативы, программы, более известной как «Звездные войны». На околоземной орбите планировали разместить боевые лазеры, рельсотроны и спутники-перехватчики. Но эффектно новое оружие выглядело лишь на презентациях. Спустя 10 лет после старта «Звездные войны» официально свернули. К тому же в начале 90-х империя зла, так в Вашингтоне называли Советский Союз, прекратила существование. И дорогостоящая военная программа потеряла актуальность. Впрочем, как выяснилось позже, не все разработки были закрыты. Уже в наше время неожиданно для многих специалистов США смогли продвинуться вперед в создании космического оружия. Вот только за счет чего? Контакт с инопланетянами установлен еще в конце 40-х, сообщил американский общественный деятель Билл Купер. В своей книге «Тайное правительство» он заявил, что пришельцы ведут переговоры с американскими властями аж со времен президента Эйзенхауэра. Некоторые данные из книги не вызывают сомнений у специалистов. Когда вступала, приходила к власти администрация Эйзенхауэра, с 14 по 18 января 1953 года в Америке было в Вашингтоне пройдено такое закрытое завещание о знаменитой комиссии Робертсона, на которой давала, где были собраны тот период американские ученые, которые должны были сделать заключение о феномене НЛО. Так вот, работу этой комиссии эти семинары курировал Аллен Далес. То есть, директором ЦРУ с 1953 по 1961 год был Аллен Далес. Вот только книга Купера хоть и наделала много шума, но публикой воспринимается как очередная теория заговора. Другое дело официальное свидетельство. Совсем недавно ЦРУ рассекретило сотни документов, посвященных наблюдениям за НЛО по всему миру. Архивные материалы открыты вплоть до 1978 года. С более поздних документов гриф секретно до сих пор не снят. Но почему? Неожиданную версию озвучил не кто-нибудь, а президент. Незадолго до ухода с главного поста Америки, Барак Обама сделал заявление в телеэфире, которое потрясло уфологическую общественность. Дословно Обама сказал следующее. Инопланетяне полностью контролируют нас, и они никогда не позволят сказать нам то, что бы они не хотели бы, что мы бы говорили. То, что правительство Соединенных Штатов не может по соображению национальной безопасности, скажем, рассказать американскому народу, а то, что нам не позволят рассказать то, что мы хотим. Пока специалистам доступны лишь обрывочные сведения. В документах от 1952 года сообщается о летающих объектах, замеченных на востоке Германии и севере Африки, над пляжами Испании и урановыми рудниками в бельгийском Конго. Также ЦРУ выложила протоколы заседаний различных комиссий и подробную инструкцию по наблюдению за НЛО. Информация сопровождается многочисленными снимками, на многих из которых аппараты похожие на огромные тарелки. ЦРУ разделило информацию на две группы, как указано в описании, в зависимости от возможной принадлежности НЛО к внеземным цивилизациям. очень привлекло внимание американских уфологов и то, что оказалось совершенно необъясненным, это доклад агента ФБР. Агента ФБР за 50-й год, что да, в 47-48-м году на территории Соединенных Штатов Америки имело крушение трех аппаратов и трех аппаратов НЛО и что он даже привел технические детали этого крушения. Однако основные исследования курирует не ЦРУ, а американское военное ведомство. Именно Пентагон отвечает за то, чтобы изучение НЛО можно было конвертировать в достижение собственной оборонной промышленности. Пентагон имел собственные исследовательские центры, которые, кстати, сказать, ну, Центр военно-технической разведки, который базы Райт-Паттерсон, это в штате Огайо, который официально занимался проблемой НЛО. То есть Пентагон этим как бы занимался по сути. Эксперты уверены, инопланетные технологии способны серьезно продвинуть земную науку. Гарри Рид. С именем этого человека в США связывают прогресс в области космических технологий. Еще в момент зарождения стратегической оборонной инициативы Рида впервые избрали в Американский Конгресс, а оставил кресло законодателя этот уже седовласый старец лишь в прошлом году. Именно статусный политик из штата Невада стоял у истоков военной программы, связанной с изучением НЛО. Китай, Россия, Япония и другие занимаются исследованиями, но не могут достигнуть технологического прорыва. Но многие люди наблюдали НЛО и знают об их возможностях. Так почему не воспользоваться достижениями, которые кажутся непостижимыми? Мы должны стремиться к настоящей революции в области техники. Будучи уже отставным политиком, Гарри Ритт согласился на откровенное интервью. Впрочем, можно говорить уверенно. Рассказал он лишь частичку правды, по которой можно судить о размахе программы по изучению внеземных летательных аппаратов в США. О программе знает узкий круг лиц. Непосредственным управлением занимаются высокопоставленные сотрудники спецслужб. Финансируется она в рамках оборонного бюджета. В год на исследование тарелок тратят десятки миллионов долларов. Эта программа с хорошим финансированием. Никто не может жаловаться на нехватку средств. Слишком высоки ставки. Известно, что на протяжении нескольких лет большую часть денег по программе получала компания Bigelow Aerospace, которая принадлежит другу Гарри Рида, миллиардеру Роберту Бигеллоу. Пару лет назад созданный компанией Bigelow надувной модуль успешно пристыковался к МКС. К 2021 году коммерсант в сотрудничестве с НАСА собирается запустить частную космическую станцию, которая будет работать в качестве отеля для туристов. А еще Роберт не так давно шокировал публику, заявив, представители инопланетных цивилизаций неоднократно посещали Землю. Более того, они живут среди нас. В аэрокосмической компании Bigelow работают до полусотни ученых. В штате есть и так называемые группы быстрого реагирования, которые готовы немедленно отправиться на место появления НЛО. Я, конечно, помогал ему, потому что он был готов построить инфраструктуру. Инфраструктуру, которой не обладает ни одна держава. Еще одна компания, тесно связанная с секретными военными программами США, Sierra Nevada Corporation. Ее подразделение работает над созданием Dream Chaser, космического самолета, способного резко маневрировать на орбите и нести на борту смертоносное оружие. Уже сейчас Dream Chaser самостоятельно приземляется на обычную взлетную полосу. Стартовать аппарат должен с помощью ракетоносителя. Первый космический пуск запланирован на 2020 год. Эксперты рассказывают, по сути, это ударный орбитальный самолет, для которого в секретных лабораториях разрабатывают ракету класса «Космос-Земля» с ядерной боеголовкой. Во время конструирования первых предполетных образцов инженеры сумели решить массу проблем. И, как считают многие, не без помощи инопланетных технологий. Очень много принципиальных технических, технологических сложностей, с материалами большие сложности. Это целая такая отрасль большая. Но, тем не менее, это ближе к полетам НЛО. Вот они и заинтересовались. Для боевых машин нового поколения нужен сверхпрочный, способный выдерживать максимальные нагрузки и при этом легкий материал обшивки. К тому же, для таких аппаратов придется придумать двигатели, действующие как в атмосфере, так и в условиях невесомости. А для их работы, в свою очередь, требуются новые энергоемкие виды топлива. На решение всех этих проблем уйдет не одно десятилетие. Но, представьте, в ваши руки попал космолет, где все технические инновации уже реализованы. Остается только разобрать его, что называется, по винтикам, изучить принцип действия и попытаться наладить собственное производство. Невероятно, но именно такой случай представился американцам еще в середине прошлого века, хотя долгое время этот факт держали в тайне. Смотрите далее. Авария НЛО в Нью-Мексико помогли ли обломки инопланетного аппарата совершить прорыв военной промышленности. Завещание американского офицера, о чем рассказал свидетель в погонах, побывавший на месте крушения тарелки. А также боевой шаттл с ядерным оружием на борту. Какие тайны скрывает космолет Х-37? В июле 1947 года американские газеты опубликовали сенсацию. ВВС захватили летающую тарелку на ранчо в районе небольшого города Розуэлла в штате Нью-Мексико. Первоисточником этой информации стало заявление для прессы, подготовленное лейтенантом Уолтером Хаутом. Офицер отвечал за связи с общественностью на авиабазе, расположенной в нескольких километрах от ставшего знаменитым ранчо. Публикации предшествовали слухи. На фермерское поле упал инопланетный космический корабль, который и попал в руки военных. Некоторые очевидцы рассказали об обнаруженных телах пилотов, которые были не похожи на людей. На обломках объекта были найдены символы, которые были определены как письменность. Было в меморандуме заявлено, что это письменность инопланетян. В общем, даже эта письменность на сегодняшний день не является достоянием. Мы не знаем этих значков. Буквально на следующий день после официального подтверждения сенсационной новости тот же Уолтер Хаут подготовил и распространил опровержение, в котором командующий 8-й армией ВВС генерал Роджер Рэмей заверял, что никакой летающей тарелки не было, а на ранчо упал метеозонд. О странном событии в Нью-Мексико так бы и забыли, но в начале 2000-х было опубликовано завещание ушедшего из жизни Уолтера Хаута, в котором тот пролил свет на таинственный эпизод. В частности, он описывает совещание с коллегами из штаба. Вскоре после падения НЛО на авиабазу доставили собранные образцы. Они не были похожи ни на какой материал из тех, что я держал или хотя бы видел за свою жизнь. Куски, напоминающие металлическую фольгу, тонкую, но чрезвычайно прочную бумагу и обломки с необычными значками на боковой кромке передавались из рук в руки. Каждый высказывал свое мнение, но никто не смог опознать фрагменты. И все же сомнения еще оставались. На момент составления завещания Уолтеру Хауту было уже 80 лет. Скептики говорили о возможном помутнении рассудка. Последние вопросы отпали лишь с публикацией ЦРУ своего архива. Там имеется и дело о расследовании крушения НЛО в Нью-Мексико. Среди обнародованных материалов и эта фотография слева генерал Рэмей и начальник его штаба. Внимание привлек листок, который высокопоставленный военный держит в левой руке. Специалисты-криптологи и компьютерщики, увеличив изображение, сумели прочесть, что на нем написано. Эксперты уверяют, генерал держит текст секретной телеграммы донесения, направленной в Пентагон. Из нее становится ясно, что обломки обнаружены недалеко от места проведения некой операции. Говорится и о ложной версии, связанной с метеозондом. В марте 2012 года официально Розвелл посетил Обаму. Это был специально приуроченный к этому визит. Он широко освещался в печати. Он произнес речь. Можно было понять, мы все знаем, что тут у нас происходило. Мы знаем про Розвелл, что тут действительно явно что-то происходило, но так Обама и сказал, давайте наши секреты и будем держать дальше в секрете. Итак, еще в середине прошлого века в руки специалистов Пентагона попали обломки инопланетного космического корабля. Как это повлияло на военные разработки в США? Скептики говорят, что НЛО для американцев как автомобиль для туземцев. Сделать нечто подобное все равно они никогда не смогут. Однако есть и другие специалисты. Они считают, что имея собственную научную базу, можно, если не повторить достижения пришельцев, то использовать отдельные технологии для создания перспективного оружия и в первую очередь летательных аппаратов будущего. X-37 одна из самых секретных военных разработок. Космический челнок способен быстро менять орбиты и маневрировать. По своим характеристикам напоминает Dream Chaser с той лишь разницей, что X-37 уже неоднократно выполнял полеты в космосе по программе Пентагона. Когда X-37 B находился более двух лет на орбите, то он отрабатывал очень одну интересную программу. Представьте, что у вас на орбите находится аппарат, несущий космическое оружие. Сколько он будет находиться на орбите, год, два, никто не знает. При этом он все это время должен показывать свою работоспособность. Для того, чтобы определить, будут ли работоспособны все программы, особенно боевые программы по управлению оружием. В различных режимах работы X-37 используют принципиально новые электромагнитные двигатели. Благодаря им аппарат способен летать низко над поверхностью Земли, в стратосфере и атмосфере, а также самостоятельно выводить на орбиту спутники-разведчики. Для нового космолета с нуля было создано специальное теплозащитное покрытие. И это лишь верхушка айсберга. Основные технические параметры держатся в секрете о веянно-тайной и предназначении этого корабля. Он может применяться как, например, охотник за спутниками, он может применяться как охотник за баллистическими ракетами, и он может, например, применяться как аппарат для нанесения удара с орбиты. То есть вот это нахождение X-37B закрыло сразу три направления развития космического вооружения, которое планируют вывести в космос Соединенные Штаты Америки. В связи с созданием военно-космических сил Соединенные Штаты планируют вывести на орбиту новые разработки своего оборонно-промышленного комплекса. Например, боевой флот малых космических аппаратов многоразового использования, в задачи которого будет входить сбор данных, контроль и уничтожение иностранных спутников. Основу этого флота составят орбитальные истребители X-37. Следующий этап развертывания передовых систем высокоточного оружия для ликвидации объектов на Земле. Цель Штатов монополия на владении космосом. Монополия. Поначалу все кажется очень так привлекательно. Бесплатно все страны получают любую информацию от той группировки спутников, которая в Штатах может быть сделана вокруг Земли. И частоты даже для связи предоставляют тоже добрые дяденьки американские вот этим вот всем остальным. Поначалу. Потом денежку маленькую брать. А потом определять, а кто может запускать в этом году, а кто нет. Эксперты, анализирующие действия нынешней американской администрации, уверены, в Белом доме готовы пойти на самый безумный шаг, лишь бы обладать превосходством над другими странами. Так в национальной космической политике говорится о возобновлении лунной программы. По мнению специалистов, это может означать только одно. На Капитолийском холме вернулись к планам создания на Луне военной базы. О превращении естественного спутника Земли в американскую звезду смерти в Пентагоне грезили давно. Эти планы приводят в ужас даже специалистов. Создать базу военную или несколько военных баз, оснастить их системами жизнедеобеспечения, во-первых, во-вторых, естественно, вооружениями, тем, чтобы угрожать Земле, угрожать потенциальному противнику. Военных привлекает рельеф Луны. на ее поверхности много трещин и кратеров, в которых аналитики Пентагона предлагают смонтировать ракетные установки. За океаном считают, что их силы будут в полной безопасности в случае возможного нападения, а при необходимости нанесут по противнику удар чудовищной мощи. Всерьез о военной экспедиции на Луну заговорили еще в конце 50-х. Тогда же была сформулирована задача, которую американские военные должны там решать. Лунная база нужна была для космического шпионажа и как стартовая площадка ракет. Под прицел должны были взять главного соперника по холодной войне Советский Союз. Изначально именно с этой целью, говорят эксперты, задумывалась знаменитая программа Аполлон. Но до конца реализовать намеченное не удалось. И вот новая попытка. Смотрите далее. Земля под прицелом. Какое оружие Вашингтон собирается разместить на естественном спутнике? Опасные эксперименты. Почему американцы так и не провели ядерное испытание на Луне? И новые технологии войны. Как метеориты собираются использовать вместо бомб? Этой весной новый директор НАСА Джеймс Брайденстайн выступил с программными заявлениями, в которых изложил приоритеты агентства. Среди них серия пилотируемых полетов к спутнику Земли. В программу входят постройка окололунной станции и несколько посадочных миссий на Луну, в том числе пилотируемое полеты. Официально задачи мирные. То есть за любой гражданской разработкой, экспериментом стоят военные цели. Летали, между прочим, одни военные. Среди всех астронавтов, побывавших на Луне, был только один ученый. Только один ученый. 16 полетов. Джеймс Брайденстайн выдвиженец Трампа и горячий сторонник планов милитаризации космоса. Эксперты отмечают, конгрессмен-республиканец имеет отношение не столько к космической науке, сколько к Пентагону. Новый директор НАСА, кадровый военный, будучи пилотом, нес службу на авианосце Авраам Линкольн. Налетав за свою карьеру почти 2000 часов, в том числе в ходе операций США в Ираке и Афганистане. На новом посту он должен реализовать идеи эксцентричного президента. Для воплощения на первый взгляд фантастической идеи американцам не нужно придумывать что-то новое. Достаточно стряхнуть пыль со старых планов и начать их воплощать в жизнь. Вот он, рассекреченный проект 50-х годов, который носит название «Горизонт». Он содержит 100 страниц и преданогласке во время празднования 45-летия миссии НАСА на Луну «Аполлон-11». Эксперты уверены, анализ этого документа позволяет понять нынешние планы американских военных. Милитаризация космоса, военные базы, в том числе Луны. Это не умерла идея. Вот Трамп сейчас запустил проект создания космических войск. Это вовсе не только спутники для навигации, там, наведения. Это экипажи. Так как же Америка собирается захватывать Луну? Для строительства планировалось привлечь 16 астронавтов, а также выполнить порядка 150 запусков ракет класса «Сатурн», которые должны были доставить в космос более 200 тонн различных строительных грузов. Гарнизон лунной базы должен был состоять из 12 солдат, главная задача которых охрана объекта. Авторы продумали все мелочи. Для работы база должна была получить два небольших ядерных реактора. Интересная деталь, в рамках проекта обсуждались возможные исследования по воздействию радиации на инопланетные формы жизни. Инициаторы проекта не только занимались подбором мест развертывания базы, но и составили подробный план строительства из шести этапов, а также сделали экономическое обоснование. Стоимость создания лунной базы составляла около 6 миллиардов долларов по курсу тех лет. Согласно расчетам, стартовые площадки ракет должны были находиться в недосягаемости для советов под лунной поверхностью. Но военная составляющая была куда безумнее, чем может показаться на первый взгляд. Авторы документа собирались устроить на Луне ядерный взрыв. По их мнению, это должно было напугать Москву и продемонстрировать всему миру мощь Америки. Идея была такая, что если мы взорвем бомбу на Луне, она нагреет грунт, грунт начнет светиться и по спектру мы определим еще Луна состоит. То есть такая военно-научная. Ну и конечно там учитывать политические вещи, что там скажем какое-то достижение. Похоже в Белом доме решили вернуться к этим планам. А может быть там готовят новые адские сюрпризы человечеству, объявляя о новой лунной программе? Почему проект Горизонт заморозили на несколько десятилетий? Подробности пока держатся в тайне. Тем временем ученые и военные специалисты делают все более неожиданные предположения. Сенсация прозвучала на 48-й международной конференции, посвященной исследованиям Луны. Выяснилось, глубокие ямы на лунных плато, замеченные исследователями ранее, оказались входами в многокилометровые туннели. Они простираются внутрь спутника Земли и могут приютить прилетевших людей. Такое открытие японским ученым помог сделать аппарат Кагуя. Не исключено, что в Пентагоне знали об этом раньше и уже готовятся использовать лунные лабиринты в военных целях. Открытие туннелей спровоцировало и всплеск интереса к теме вероятного обитания на Луне разумных существ. Вполне возможно, что аппарат Кагуя обнаружил рукотворные коммуникации. Практически одновременно с открытием японских ученых в России опубликовали эти кадры. Специалисты рассмотрели на спутниковом снимке недалеко от лунного кратера Арад возвышение и, как уверяют, на одной из сторон видны следы раскопок. На вершине горы находится и вовсе нечто странное сооружение пирамидальной формы. Авторы публикации заявляют, это не что иное, как вход в подземную базу пришельцев. Почему вдруг американцы резко прекратили полеты на Луну? А потому что они получили сигнал, прямой сигнал, хватит уже заниматься разрушительной деятельностью. И этому помешали те самые цивилизации, которые раньше нас развивались, это старшие братья по разуму. Около десяти лет назад бывший сотрудник НАСА Ричард Хоубленд опубликовал снимки, сделанные во время полетов над поверхностью Луны космических аппаратов Аполлон-10 и Аполлон-16. На них виден город под прозрачным куполом, находящийся на видимой стороне лунной поверхности. Можно различить разнообразное строение в виде башен, мостов, шпилей и лестниц, уходящих к дну кратера. В некоторых местах прозрачный купол поврежден. Журналистам Ричард объяснил, что в свое время американские астронавты обнаружили на Луне развалины древних городов и артефакты, говорящие о существовании на ней в далеком прошлом некой высокоразвитой цивилизации. Но вся информация была засекречена. В конце 70-х американские инженеры Лестер Хьюз и Вита Сакерри обнародовали фотографии Луны из библиотеки хьюстонского отдела НАСА. На них было изображение города с различными строениями, механизмами, напоминающими трубопроводные системы. Там были даже пирамиды, очень похожие на древнеегипетские. Кроме города, на фотографиях были находящиеся на стартовых площадках летательные аппараты. Не исключено, что на Луне и сейчас живут разумные существа. Но как они отреагируют на появление людей с оружием? То, что на Луне есть живые существа, уверены любители астрономии из Сан-Франциско. Они опубликовали этот снимок, где внимание привлекают странные огни. Эксперты предположили, что там могут находиться НЛО, освещающие территорию своими фонарями. Любители уфологи обращают внимание. В 1994 году американский спутник Клементино сделал почти 2 миллиона изображений, но в общественный доступ попали лишь 170 снимков. Да и доступные были не в лучшем качестве. Но что скрывают в НАСА и с чем могут столкнуться американцы, когда приступят к созданию своей базы на Луне? По одной из версий лунные города были построены могущественной цивилизацией, погибшей в результате войны или глобального катаклизма. И теперь в Пентагоне рассчитывают получить доступ к ее технологиям. Вот только понимают ли там риск, на который обрекают нашу планету? Некоторые специалисты высказывают еще более фантастическую гипотезу. Луна, по их словам, огромная космическая база инопланетян, к тому же искусственного происхождения. Возможно, эта гигантская космическая станция, путешествуя в космическом пространстве, по каким-то причинам вышла из строя и нашла прибежище рядом с нашей планетой. Не исключено, что ее привели к Земле специально, чтобы вести контроль над людьми. Луна искусственный спутник, и это первая база слежение инопланетян, скажем, в кавычках цивилизации за Землей. И поэтому Луна, она сделана так, что всегда к нам повернута одной стороной. В пользу версии об искусственном происхождении Луны говорит ее плотность 3,34 грамма на кубический сантиметр. Почти в два раза меньше плотности Земли. Это наталкивает ряд ученых на мысль, что Луна внутри пустотела, а это очень странно для природного спутника. В 1969 году экипажем корабля Аполлон-12 на Луну был выброшен модуль, своим ударом о ее поверхность провоцировавший лунное землетрясение. Эксперимент повторили во время следующей экспедиции. Увеличив силу удара, астронавты стали свидетелями длительных вибраций Луны. Эффект длился 3 часа 20 минут в радиусе 40 километров. Обработав информацию, ученые заключили, лунное ядро либо обладает исключительно небольшим весом, либо вовсе отсутствует. Американцы установили там сейсмометр и начали изучать сейсмограммы. Там, в общем-то, говорили образно, что она гудит, как пустой этот самый шар. Луна колокол 40 минут звенела. Она пустая внутри. Она не наша. И уж по данным, не только американская. Эксперты сходятся во мнении. Приступая к созданию военной базы на Луне, в Вашингтоне ввязываются в опасную авантюру. Более того, первая попытка провалилась именно из-за вмешательства инопланетян. В начале 70-х Пентагон вплотную приблизился к реализации программы по созданию лунной базы. Однако от грандиозного плана отказались после того, как астронавты миссии Аполлон-11 Нил Армстронг и Эдвин Олдрин столкнулись с враждебными инопланетными кораблями. Именно так описал событие инженер ВМС США Уильям Томпкинс, который работал над миссией Аполлон-11. В автобиографию он включил несколько секретных документов. Томпкинс был в числе сотрудников, которые находились в центре управления НАСА во время высадки на Луне американских астронавтов и уверяет, что своими глазами видел флот пришельцев. Там были чужие корабли, они были огромными. Общественности не дали услышать этого заявления и увидеть такое количество инопланетных кораблей. По мнению инженера, внезапное появление инопланетян положило конец масштабному плану по созданию лунной военной базы. Но теперь, спустя почти полвека, к этой идее решили вернуться. И как на этот раз обитатели Луны встретят землян, остается загадкой. В знаменитой киносаге Звездные войны герои сражаются на световых мечах, стреляют друг друга из бластеров и устраивают бои на звездных истребителях. Однако настоящие Звездные войны скорее всего будут не похожи на экранную сказку. Все произойдет куда более обыденно. Аналитики уже сейчас изучают способы ведения боевых действий, при которых жертва даже не поймет, что подверглась нападению. Для атаки могут использоваться даже астероиды. Эффект от их применения, считают специалисты, может иметь катастрофические последствия для врага. В этом случае война закончится легкой победой. Ученые подсчитали, в пределах солнечной гравитации постоянно кружатся триллионы космических глыб. Размер некоторых из них тысячи километров. Но даже если скромный по размерам болид столкнется с нашей планетой, землянам грозит гибель. По оценкам наших астрофизиков, любой астероид размером более 100 метров уже представляет угрозу для жизни на планете Земля. Почему? Потому что масса при большой скорости превращается в энергию. Эта энергия сопоставима со взрывом нескольких атомных бомб. Не так давно астрономы Крымской астрофизической обсерватории обнаружили 400-метровый астероид, который летит прямо на нашу планету. Исследователи даже вычислили день, когда может произойти конец света. 26 августа 2032 года. С вероятностью один шанс на 63 тысячи каменная глыба столкнется с Землей. Ученые давно ищут способ борьбы с такими подарками Вселенной. и похоже открыли новый вид оружия массового поражения. Речь идет о технологиях, способных воздействовать на траекторию падения метеоритов. Цели, как всегда, благие защитить планету от космической бомбардировки. Исследователи электромагнитной катапульты уверяют, что нашли способ управлять астероидами. Надо только закрепить устройство на космическом теле. Правда, с помощью катапульты глыбу из космоса можно направить в любую точку планеты. 15 февраля 2013 В этот день многие жители Челябинска поверили, что началась ядерная война. Астероид диаметром около 17 метров вошел в атмосферу Земли и рухнул вблизи Уральского миллионника. Ученые подсчитали, ударная волна дважды обогнула Землю. В самом Челябинске из окон повылетали стекла, пострадали сотни людей. Интересно, что по меркам ученых, Челябинский метеорит считается достаточно малым космическим телом. Правда, если такой малыш упадет на жилой район или еще хуже опасное предприятие, например, химический завод или атомную станцию, количество жертв будет исчисляться десятками тысяч. Даже маленький небесный объект, размер с футбольным мяч, может в некоторых случаях привести неприятным инцидентом. Его опасность, конечно, зависит не только от угла падения, многих факторов, в общем-то, и от скорости, естественно, если бы была скорость больше, соответственно, энергия МВФ-квадратия. Это территория Челябинского производственного объединения «Маяк». Здесь производят компоненты ядерного оружия и утилизируют отработанные радиоактивные материалы. Если бы метеорит слегка отклонился от своего курса и упал на это предприятие, нашей стране пришлось бы пережить второй Чернобыль. По словам ученых, самые опасные астероиды размером от 150 метров. Их количество в так называемом главном поясе Солнечной системы исчисляется миллионами. Причем обнаружить такое тело вовремя, чтобы успеть что-то предпринять невероятно сложно. Между тем, метеорит размером 150-300 метров в случае попадания гарантированно разрушит город. Падение опасного объекта может произойти в любой момент. Вот как было с Челябинским метеоритом. Его же проморгали, никто не увидел. А почему, кстати? А потому, что он летел со стороны Солнца. А днем в сторону Солнца астрономы, естественно, не наблюдают. Летом 1908 года над огромной территорией Восточной Сибири пролетел гигантский шар Тунгусский метеорит. Полет сопровождался ужасающими звуковыми и световыми эффектами. Над безлюдной тайгой раздался сверхмощный взрыв, энергия которого составляла до 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это сравнимо с энергией 2000 ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму. А это 180-километровый след от падения метеорита вблизи мексиканского города Чиксулу. 65 миллионов лет назад удар вызвал 300-метровые цунами. По земле прокатилась высокотемпературная ударная волна. Бушевали лесные пожары. Произошел выброс большого количества сажи и угарного газа в атмосферу. На несколько лет облако пыли закрыло планету от прямых солнечных лучей. Из-за нехватки света у растений замедлился фотосинтез, наступило похолодание. Средняя температура воздуха уменьшилась на 26 градусов по Цельсию. Примерно 95% всей биоты погибло. то есть существ населяющих Землю, живых существ. И потом заново восстанавливалась популяция флоры и фауны, но уже в измененном виде. Уже не осталось динозавров, не осталось вот этих папоротников огромных, пальм, гигантских растений, гигантских животных. Ученые обсуждают разные способы отражения метеоритной атаки. Самые популярные два. Гости из космоса предлагают либо уничтожить, либо сбить с курса. Идут специалисты, оговариваются, траекторию падения космического тела можно скорректировать так, чтобы оно пролетело мимо нашей планеты, а можно направить на нужную цель. На языке специалистов в оборонной сфере это называется войной нового типа, когда танки и самолеты уже не нужны. Рисковать солдатами на поле боя тоже не придется, а в случае чего объяснение всегда найдется. Ошиблись в расчетах или техника подвела? Но легко ли осуществить этот в сущности дьявольский план? И какова вероятность точного попадания? Для отклонения астероида в НАСА планируют использовать тяжелые беспилотные космические корабли, которые запустят прямо на объект. Странника из космоса собираются направить в определенную точку планеты как бильярдный шар в лузу. Для космической бомбардировки собираются использовать гравитацию космических кораблей. Этой силы должно хватить, ведь воздействовать собираются на относительно малые астероиды, которые не должны вызвать всемирный апокалипсис, а лишь нарушить нормальную жизнь в неугодном государстве. Еще один вариант корректировать падение астероидов с помощью солнечной энергии. Например, рядом с астероидом повесить зеркало какое-то фокусирующее, которое будет фокусировать лучи Солнца на поверхности этого астероида или там кометная ядра, испарять это вещество, ну и оно будет действовать как ракетные двигатели по сути. Эксперты приходят к выводу, чтобы не стать жертвой направленного космического удара России нужно совершенствовать систему наблюдения и контроля над астероидами. Сейчас самый крупный оптический телескоп в стране 6-метровый Зеленчукский, установленный в Карачаево-Черкесии, в то время как у других государств есть 10-ти и даже 12-ти метровые телескопы. Еще одна задача быстрая обработка полученных данных. Для этого нужно создать вычислительный центр, говоря по простому суперкомпьютер, который будет просчитывать траекторию падения объектов из космоса. Однако и мощные телескопы, и суперкомпьютер вряд ли помогут в случае противостояния с высокоразвитой внеземной цивилизацией. Как считают некоторые исследователи, инопланетяне могут запускать метеориты в военных целях. Землян подчас используют как подопытных кроликов, проводя над ними чудовищные эксперименты. Смотрите далее. Космические вирусы. Кто посылает на нашу планету опасные инфекции и можно ли доказать внеземное происхождение болезней? Ядерная война в древности, из-за чего на Земле появились радиоактивные кратеры и кто нанес первый удар? А также подземная цивилизация пришельцев, кто построил многокилометровые тоннели и куда исчезли их жители? Это и сейчас кажется невероятным. С виду безжизненный космос насыщен различными формами жизни. В первую очередь микроорганизмами. Теория, согласно которой жизнь на нашу планету занесена извне в форме бактерий, существовала давно. И вот российские ученые нашли подтверждение. В пробирке образец космической формы жизни. Сначала космонавты обследовали внешнюю поверхность МКС в поисках вирусов и бактерий. Потом микробиологи изучили образцы в лабораториях. Выводы способны удивить любого. За пределами земной атмосферы буквально кипит жизнь. Были взяты соскобы. Эти соскобы проверили. Оказались вирусы. Какие вирусы пришлось изучать. Вот результат изучения вирусов являются ли они активными вирусами и являются ли они чисто космическими. Потому что в космосе тоже есть вирус. Но если когда-то из дальнего космоса на землю попали микроорганизмы давшие начало жизни на планете оттуда же может прилететь вирус который ее и уничтожит. Открытие российских микробиологов заставило ученых по всему миру по-новому оценить факты о которых знали и раньше но не могли их научно объяснить. В январе 2007 года дождь из каменных осколков обрушился на горное селение Нагу в Перу. Полицейские оцепили деревушку но жители все равно расхватали камешки на сувениры а через пару дней уже страдали от ломоты в суставах поноса и рвоты ни один антидот не действовал в организме пострадавших нашли неизвестную медицине бактериальную флору болезнь окрестили метеоритной есть наблюдения четко зафиксированы что кометные атаки приносят целые роды заражений ведь такие болезни как холера подразумевают чума это болезни неземные это болезни космические принесены вот как раз из космоса в окрестностях южноафриканской притории после падения 230 килограммового метеорита непонятная болезнь поразила три деревни ученые исследовав химический состав небесного тела нашли иридий этот металл практически не встречается на земле к тому же метеорит был нашпигован микробами напоминавшими возбудителей туберкулеза и сифилиса одновременно еще в 70-е годы прошлого века британские астробиологи Чандра Викрамасинг и Фред Хойл выдвинули гипотезу согласно которой вирусы инопланетные жители они попадают на землю из хвостов пролетающих комет незваные гости также прилетают с космической пылью и метеоритами по оценкам ученых ежедневно на землю падает до 20 тысяч бактерий на каждый квадратный метр чем же отличаются космические вирусы главное раньше человек с ними никогда не сталкивался а значит у него нет от них естественной защиты проще говоря иммунитета также ученые отмечают повышенную агрессивность космических пришельцев микробы и вирусы тоже имеют разум а разум у них определенного рода определенного уровня и если говорить о возвращении о космической атаке по вирусологии то есть по вирусному заражению то вырастить подобных активных вирусов если вы прямо говорите инопланетному разуму не представляет трудности убийственная форма гриппа прозванная испанкой поразила нашу планету в 1918 по подсчетам ученых число жертв достигло 100 миллионов человек среди них оказались и жители отдаленных районов Аляски которые не общались с окружающим миром несколько месяцев долгие годы специалисты не могли объяснить этот факт и теперь пришли к выводу патоген попал в труднодоступный район из космоса ученые из США выяснили штамм ВИЧ-1 тоже инопланетянин этим вирусом задолго до официального открытия спида заболел чернокожий рабочий из Гаити он работал по найму в Конго и жил на побережье реки Квилу куда в 1959 году угодил метеорит Односельчане Сурджа Джанка так звали рабочего вспомнили что отзывчивый и добродушный парень участвовал в подъеме метеорита из воронки и сильно порезал руку Камень долго находился в музее Центральной Африки и лишь недавно попал в лабораторию НАСА Вот тогда-то и была обнаружена органическая субстанция с вирусом иммунодефицита Наиболее сильное воздействие на человечество где умирали там сотнями тысяч это в 15-14 веке и в миллионы когда вот уже в 20 веке то в этом случае это все связывали как раз непосредственно большим количеством падений метеоров Эксперты отмечают простой случайностью такую бомбардировку объяснить сложно проходя плотные слои атмосферы метеориты раскаляются до температуры плавления а вирусы и бактерии как известно погибают уже при 100 градусах Цельсия аномальная живучесть микроорганизмов из космоса не поддается объяснению разве что их специально выводили в военных лабораториях Начали изучать но потом появилась идея о том что это вполне возможно заражение заражение со стороны неприятеля Эксперты сходятся во мнении такая гибридная космическая война тянется уже тысячелетия перейдет ли она в горячую фазу пока не ясно но похоже в прошлом наша планета уже становилась ареной масштабного конфликта с участием пришельцев Это с виду обычная груда металла способна перевернуть представление о прошлом нашей планеты еще в начале 70-х ее нашли строители на берегу реки Марош в Румынии но тогда этому не придали особого значения находку отдали для исследования археологам и только сейчас ученые заявили о сенсации после тщательного изучения выяснилось что один из предметов попал на землю около 250 тысяч лет назад причем его не могли сделать люди специалисты поясняют таинственный слиток на 90% состоит из алюминия а с этим металлом человечество впервые стало работать около 200 лет назад именно этот факт и заставил по-новому взглянуть на историю планеты процентное соотношение алюминия его возраст говорит о том что люди человечество на земле такой сплав создать в то время не могли это и было основанием того чтобы посчитать эту находку как инопланет румынская находка взбудоражило научное сообщество с новой силой разгорелись споры о глобальной войне которая по мнению некоторых специалистов в далекие времена сотрясала землю несколько лет назад группа ученых из США и Европы опубликовала результаты исследования земной поверхности они обнаружили более 100 воронок кратеров имеющих как они считают искусственное происхождение диаметр кратеров составляет в среднем 2-3 километра но есть и настоящие гиганты вплоть до 120 километров исследователи утверждают огромные воронки образовались в результате ядерной войны которая разгорелась на земле десятки а может и сотни тысяч лет назад атомное воздействие определить или другое лучевое воздействие можно было только сейчас потому что найдены технологии которые позволяют это оценить до этого вроде бы никто так и не вдавался но самое удивительное другое оплавленность пород специалисты обращают внимание кратеры как правило расположены в абсолютно пустынных местах именно ядерный взрыв мог привести к таким последствиям радиация и другие поражающие факторы способны на века уничтожить все живое на огромной территории но есть и другая точка зрения кратеры появились миллионы лет назад во время формирования солнечной системы когда метеоритные осадки были обычным делом вот только в этом случае непонятно почему большинство воронок хорошо сохранилось специалисты подсчитали в среднем почва нарастает со скоростью 1 метр за 100 лет и кратеры если им действительно миллионы лет уже давно должны были сравняться с поверхностью но они в прекрасном состоянии это кратер именно от каких-то взрывных вещей а не от падения метеоритов и так далее другие получаются кратеры от падения метеоритов и другая некоторых найдена другая радиоактивность какая-то или там изотопический состав другой ну наверное что-то все-таки в древности какой-то столкновении было неожиданное подтверждение изначально казавшейся спорной гипотезе нашел Ричард Фаерстоун ученый из знаменитого центра атомных исследований в американском Беркли Фаерстоун исследовал древние памятники на американском континенте и обнаружил аномальные концентрации урана и плутония многие артефакты оказываются неправильно датированы радиоуглеродный анализ неправильно был произведен чем он это обосновывал тем что на эти памятники было произведено воздействие бомбардировка нейтронами и другими частицами которые возникают при ядерном взрыве очень много исторических фактов о существовании ну я бы сказал военных действий в атмосфере земли самое удивительное что на земле самой только следы а все остальное происходило в космосе американский штат аризона на дне одного из глубочайших каньонов в мире как утверждают энтузиасты уфологи были найдены останки древнего внеземного корабля субстанция представляла собой сплав металла и распространяла небольшое излучение состав идентичен тому что найден в румынии углеродное исследование показало находки более четырех тысяч лет с помощью компьютерного моделирования специалисты восстановили конструкцию аппарата они утверждают характеристики кабины свидетельствуют что члены экипажа были очень похожи на людей но с какой целью пришельцы могли посещать нашу планету в одном из интервью астронавт НАСА Лерой Рассел Чао признался пришельцы неоднократно пытались захватить Землю участник четырех орбитальных экспедиций уверен инопланетный разум представляют темные воинственные расы пришельцев которые стремятся уничтожить землян и светлые не имеющие целью нападения и завоевания последние считает Лерой неоднократно спасали нашу планету от страшных разрушений и предотвращали катастрофы Ранее всемирно известный ученый Стивен Хокинг выдвинул версию о пришельцах завоевателях которые кочуют в межгалактическом пространстве и захватывают попадающиеся на их пути обитаемые планеты уничтожая все живое он их назвал четко мародеры вот по той же самой аналогии когда происходит какая-то катастрофа на земле будь то техногенная или природная затопила разрушила первыми туда идут мародеры вот чтобы поживиться вот точно такое же состояние в космосе космос тоже поделен на белое и черное вот черное пытается сюда прорваться белое защищается непостижимым образом доказательства глобальной войны можно найти в древних эпосах среди африканских пигмеев распространена легенда о большом огне с неба в ведах описывается война между жителями земли и богами появившимися с неба землян подвела их доверчивость боги обманули их разрушили их города и заставили искать убежище под землей в индийской махабхарате описывается как люди спасались от ударов под землей и по сути воспроизводится картина ядерного взрыва единственный снаряд обвиненный во всей власти вселенной сверкающий столб дыма и пламя столь же яркое как тысяча солнц повысились во всем их блеске оплавленные куски стекла и глины стены превратившиеся в стекло это долина инда здесь археологи открыли два древних города махенджадара и харапа согласно официальной версии они возникли четыре с половиной тысячелетия назад энтузиасты утверждают что города стали жертвами ядерных ударов на улицах нашли лежащие останки то есть это люди которые вот внезапно застало их что-то такое вот они там пытались загородиться ну как на картине значит последний день помпеи как как бы загораживали да то есть это очень быстро произошло и второй этот эпицентр находился в городском как бы центре если так можно сказать и дальше вот именно как вот специфика вот как ударная волна она немножко затихает и разрушений меньше 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 а в эпицентре там нет ничего там стекло последствия страшной войны порой и сейчас неожиданным образом сказываются на планете во всяком случае в этом уверены энтузиасты исследователей отвес так в США назвали секретную операцию по разработке оружия возмездия это была серия ядерных испытаний на полигоне в Неваде с мая по октябрь 1957 года атомную бомбу здесь взрывали 29 раз в том числе четырежды под землей после одного из взрывов в шахте на глубине 150 метров эффект оказался неожиданным через два часа в Канаде на военной базе удаленной на 2000 километров от полигона зафиксировали уровень радиации в 20 раз превышающий норму оказалось что рядом с базой находилась громадная пещера соединенная с разветвленной системой тоннелей всего американского континента они очень протяженные с классическими стенками которые гарантируют от обрушения породы и очень грамотно сделаны эти тоннели горный массив Чатердак в Крыму одно из любимых мест туристов пещера мраморная расположенная на высоте 900 метров над уровнем моря при спуске можно увидеть громадный зал в виде трубы наполовину заваленной каменными глыбами обрушившимися после многочисленных землетрясений сквозь трещины свисают сталактиты навстречу им тянутся сталагмиты но изначально это был тоннель с идеально ровными стенами уверены ученые он уходил вглубь горного массива с уклоном в сторону моря а это медведицкая гряда на севере Волгоградской области пока энтузиасты изучили лишь часть подземного лабиринта ближе к входу тоннели круглой формы диаметром от 7 до 20 метров по мере приближения к возвышенности расширяются превращаясь под горой в громадный зал отсюда под разными углами уходят в стороны три 7 метровых тоннеля слухи о существовании некой подземной цивилизации появились в середине 20 века благодаря исследователям любителям загадочные подземные города и многокилометровые тоннели говорят сторонники теории явно искусственного происхождения но кто и с помощью какой техники создал этот подземный мир это какие-то технологии не требующие огромных подъемных кранов рельсовых дорог чтобы доехать и создать эту инфраструктуру скорее всего не было никаких громоздких механизмов которыми мы сейчас располагаем это были уникальные совершенно технологии позволяющие менять качество материала и уже манипулировать этим материалом это прямая как стрела вертикальная шахта расположена в ущелье под геленджиком посмотрите кругом ровные словно оплавленные стенки специалисты рассказывают на них оказывали одновременно термическое и механическое воздействие в результате появилась корка она то и придает фантастическую прочность стенам которой невозможно добиться даже при сегодняшнем развитии техники сейчас обнаруживаются туннели и целые системы туннелей например в эквадоре перу в южной африке и эти туннели оставляют впечатление рукотворных причем люди вряд ли смогли смогли бы такие туннели создать эксперты не исключают в далекие времена сеть туннелей тянулась в том числе под океанами и соединяла континенты вот только доказать это пока никому не удалось сторонники теории говорят время оказало разрушительное воздействие но и то что осталось от подземной цивилизации заставляет задуматься но если исследователи которые пока в меньшинстве правы и на земле действительно была глобальная война с применением ядерного оружия то кто и с кем тогда воевал основных версий две разные расы людей между собой или землянам пришлось отражать инопланетное вторжение в древних эпосах описываются крылатые боги молнии с небес и летательные аппараты сторонники теории инопланетного присутствия интерпретируют это как очевидное доказательство в пользу своей концепции китайцы они ведут свое государственное строение от этого Хуанди этого небесного царя такого который был на змеи похож вот и на дракона драконы пролетали или это машины которые в виде драконов и так далее страшные такие были естественно языком современным эти мифы все или там легенды не могут быть описаны каким-то другим языком излагаются но они читаются исследователи не исключают что разумные существа обитали на земле задолго до появления людей более того на нашей планете не раз вспыхивали конфликты хотя и не такие масштабные как ядерная война смотрите далее кладбище инопланетян в Руанде от чего погибла группа пришельцев и что стало с их останками контроль из космоса почему НЛО появляются в зоне бедствий и кто спровоцировал аварию на АЭС Фукусима а также космическая разведка или скрытая угроза почему странные летательные аппараты все чаще попадаются на глаза военным неходимые джунгли Руанды именно здесь шведскими учеными было обнаружено так называемое кладбище инопланетян первоначально археологи приняли находку за руины очередного древнего поселения но позже признали ошибку у захороненных на старинном кладбище было мало общего с людьми в братских могилах покоились останки странных существ рост которых при жизни составлял не менее двух метров 40 могил в которых лежали по пять сущностей которые не имели ни носа ни рта можно предположить что это не какой-то народ населяющий землю потому что аналогов этому нет а что это какие-то инопланетные существа никаких других артефактов которые бы подтверждали высадку в джунглях Руанды инопланетян ученым пока обнаружить не удалось что стало причиной массовой гибели такого количества неизвестных науки существ тоже не ясно исследователи полагают что посетившие землю инопланетяне могли умереть от одного из обычных земных вирусов из-за полного отсутствия иммунитета также обсуждается версия что они погибли во время вооруженного конфликта в результате применения биологического оружия мрачные таинственные горы Байанхараула в 30-е годы в этом труднодоступном районе Тибета экспедиция китайских ученых в одной из скал обнаружила крохотные пещеры напоминающие соты огромного улья в них находились хрупкие с непропорционально большими головами и тонкими конечностями скелеты ученые предполагают что окружающие скалы это древнее кладбище а маленькие пещеры могилы последнее пристанище 716 инопланетян они были небольшого роста от 115 до 120 сантиметров для них были для каждого вырыты ниши в горе в пещерах сохранились рисунки солнца земли луны и таинственной неизвестной современным астрономом планеты от которой плавным изгибом обходя солнце тянется цепочка точек размером с горошину эта цепочка упирается в землю как бы отмечая конечный пункт межзвездного перелета пришельцев особый интерес ученых вызвали найденные в пещере странные керамические диски диаметром около 30 сантиметров и толщиной 8 миллиметров в центре каждого находилось отверстие от центра к краю диска шла спиралевидная дорожка с мелкими непонятными значками была попытка расшифровки этих дисков под влиянием электромагнитных лучей они начинали вибрировать вот а китайские ученые они смогли через 20 лет только расшифровать небольшое количество дисков в начале 60-х годов прошлого века китайский профессор Цумум Нуй сделал первую попытку перевода записей по его мнению в далекие времена группа инопланетных существ называвших себя дропа совершила в районе Баенхара Ула вынужденную посадку и не смогла вновь взлететь оставшись в этом крайне суровом краю пришельцы боролись за жизнь но в конце концов вымерли однако тогда больше половины символов китайский ученый расшифровать не смог лишь в наше время удалось приблизиться к разгадке тайны загадочных шифрограмм после обработки информации с помощью сложной вычислительной техники исследователи выяснили корабль не просто совершил вынужденную посадку а участвовал в боевых действиях которые охватили всю солнечную систему опубликовано очень много настенных и различим на каменных и так далее рисунков где изображены ну сцены боев вот эти стрелы причем описаны и со слов они описаны то что люди видели вот стояли и мало того еще есть рисунки когда люди стоят смотрят а в небе происходят вот такие военные действия таинственные визиты инопланетян как в прошлом так и в настоящем давно волновали ученых один из главных вопросов с какой целью они посещают нашу планету пожалуй самый популярный ответ природные ресурсы они могут стать камнем преткновения и причиной возможной агрессии если в месте обитания пришельцев ресурсы заканчиваются то они могут находиться в поисках подходящей планеты а если вопрос их жизни станет ребром инопланетяне попытаются завоевать землю это борьба за владение этими территориями потому что если уровень развития цивилизаций которые инопланетных цивилизаций значительно выше чем наши то тогда в этом случае у них и технологии выше знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг при жизни не раз критиковал коллег жаждущих выйти на связь с иными цивилизациями приверженец космологической теории говорил прямо сидеть надо тихо и не привлекать внимание посторонних своими сигналами и добавлял если инопланетяне когда-нибудь появятся на земле это можно будет сравнить с прибытием Христофора Колумба в Америку земляне окажутся в роли индейцев для которых появление представителей старого света обернулось катастрофой Хокинг писал желание ограбить нас это одна из причин по которой не стоит выходить на контакт с инопланетными расами мне кажется они могут жить в огромных кораблях поскольку исчерпали все природные ресурсы своей планеты такие инопланетяне находятся на очень высоком уровне развития и начинают кочевать с целью захвата любой подходящей планеты но у этой концепции есть и противники которые утверждают что природные ресурсы это последнее ради чего пришельцы могут совершить свою атаку на просторах космоса утверждают ученые множество других планет и астероидов богатых различными ресурсами в настоящее время пришельцы скорее выжидают изучая человечество и в качестве доказательства приводят свидетельства очевидцев замечавших неопознанные объекты в зоне боевых действий и катастроф такие миссии они называют наблюдательными НЛО появляется над местами катастроф боевых столкновений аварий техногенных природных и так далее с одной стороны по-видимому чтобы понаблюдать над поведением людей и над последствиями этих катастроф это видео было сделано в Сирии автор ролика утверждает что НЛО треугольной формы появился в районе знаменитой Пальмиры в самый разгар боев за этот известный со времен античности город объект на несколько минут завис на относительно небольшой высоте и его наблюдали десятки очевидцев сирийские источники утверждают что пришельцы все чаще появляются над их страной как правило визиты сопровождаются помехами в электроснабжении теле и радиовещании однажды странный объект буквально застыл над базой российских военных Меймим тогда была объявлена воздушная тревога и вскоре НЛО исчез но почему их так тянет в зону ближневосточного конфликта это мониторинг возможности управления и регуляции процессов не только на уровне техническом военном и так далее но и на уровне психологическом экологическом 2011 год в первые дни после землетрясения над АЭС Фукусима в Японии заметили большое скопление НЛО очевидцы рассказывают пять сфер как будто наблюдали за всем происходящим двигались медленно и хаотично периодически меняли яркость затем они направились в сторону океана и моментально исчезли а за пару дней до катастрофы в небе происходили необычные явления что стало причиной катастрофы неопознанные шары в небе считают одни исследователи другие возражают возможно инопланетяне помогли предотвратить более страшное бедствие пролетело НЛО там вот ну эти кадры обошли все как один там вниз отходит и самое интересное что острота ну как бы вот этой аварии она в результате как-то вот снизилась как-то вот так вот сошла как бы на нет конечно последствия остались но развития в плачевную сторону не было известный в США конспиролог Стивен Бассет недавно заявил что пришельцы чуть ли не ангелы хранители для людей американец уверяет они даже предотвратили ядерную войну между Россией и США по мнению лоббиста уфологических исследований об этом свидетельствует тот факт что над военными базами обеих сверхдержав то и дело появляются летающие тарелки одно из главных задач инопланетян является выведение из строя ядерного оружия которое может уничтожить жизнь на земле пришельцы наблюдали за поведением людей еще в 60-х годах минувшего столетия тогда над ядерными складами обоих государств регулярно зависали НЛО после чего все ракеты на объектах просто отключались такое поведение инопланетян Бассетт называет эффективным способом предотвратить мировую войну дескать когда между сверхдержавами накаляются страсти пришельцы разоружают противников впрочем российские эксперты называют такую точку зрения наивной многие считают что инопланетяне не предотвращают а провоцируют конфликты среди людей не участвуя напрямую в войнах они способны контролировать ход боевых действий у них есть возможности которые могут воздействовать на технику на вооружение и отключать ее просто там где допустим кто-то нажал на кнопку и все в июле 1945 года вблизи от места взрыва первого атомного устройства около Аламагорда наблюдали НЛО а сразу после взрыва атомной бомбы над Хиросимой сфотографировали два неизвестных дискообразных объекта диаметром около 10 метров а в следующие три дня зафиксировали уже пять НЛО из которых один был больших размеров и куполообразной формы неопознанные подводные объекты проявляли интерес к авианосцам и атомным субмаринам очевидцы рассказывают в 1960 в 1960 году недалеко от Пуэрто-Рико один такой аппарат двигавшийся с огромной скоростью 150 узлов в течение четырех суток непрерывно сопровождал американскую ударную группу во главе с авианосцем УОС совершая вертикальные маневры с поверхности воды до глубины 600 метров в 1975 команда американского авианосца Франклин Рузвельт у берегов Италии наблюдала вылетевший из воды гигантский серый диск с иллюминаторами который облетел вокруг корабля и скрылся они даже иногда хотят даже показать что они могут такое было при облетах самолетов есть фотографии даже есть снятые о том что облетает самолет вот так а потом раз моментально уходит на высоких скоростях это и есть элементов наблюдений на языке военных поведение пришельцев можно определить как рекогностировку для получения сведений о наших военных возможностях они используют все свои средства наблюдения судя по всему инопланетяне хотят отчетливо представлять с чем они столкнутся в случае конфликта с землянами футурологи и раньше обращали внимание представляя инопланетян люди как правило воспроизводят личный опыт прогнозируя войны будущего они считают что это будет столкновение армии как это было не раз в земной истории однако реальность может оказаться страшнее любых фантастических сюжетов землянам предстоит война с еще незнакомым врагом британский британский физик теоретик джим аль халили уверен если посланцы инопланетного разума посетят землю то это будут не биологические существа а машины и внешне они не будут походить на землян у нас есть тенденция всему придавать антропоморфный вид типичного инопланетянина мы представляем как существо с двумя руками и по крайней мере с несколькими пальцами ученый делает ставку на роботов по его словам искусственный интеллект имеет больше шансов приспособиться к экстремальным условиям даже люди используют его в самых разных сферах а представители других галактик чтобы попасть в солнечную систему должны опережать нас в технологическом развитии и если землю все же посетят биологические существа это будут не похожие на нас формы жизни ничто не может гарантировать что их форма жизни тоже базируется на ДНК в действительности больше шансов что инопланетяне совсем на нас не похожи сверхманевренные космические перехватчики и высокоточное оружие размещенное на орбите на нашей планете готовятся к новым звездным войнам политики рассчитывают первенство в космосе откроет путь к безраздельному господству на земле вот только сценарий будущей войны пока не знает никто все новые артефакты свидетельствуют планета уже становилась ареной масштабного противостояния которая обернулась сущей катастрофой для всего живого кто выживет после очередной космической войны и сохранится ли человечество после еще одного ядерного кошмара бесславный конец цивилизаций прошлого должен остановить инициаторов космической гонки вооружений победителей в новых звездных войнах может уже не быть гонки вооружений Продолжение следует...